Всем привет, с вами Айка и сегодня у нас Мукбанг, Макдональдс и еще вот такой вот напиток от Капи. Я так хочу пить в последнее время, столько воды пью. И на улице правда жарко. И что-то я вообще как верблюд. Тема сегодняшнего разговора будет не очень к столу. Я сразу вас предупреждаю. Кому противно обсуждать подобные темы за столом, просто отключайте это видео. У меня хорошие новости. Мой котик Твикс перестал вырвать кровью и писать тоже. Ура! Наконец-то мы остановили кровь. Но это не значит пока что, что все хорошо. Он уже 5 дней ничего не ест. Ничего, прикиньте. Только вода. Врач посоветовал готовить ему куриный бульон. Я так и делаю. Вместо воды время от времени подсовываю ему куриный бульон. Но кроме этого он ничего не ест. Это меня, конечно, настораживает, но все равно прогресс он есть. Самое главное, нам удалось остановить кровь. И уже, я думаю, вопрос о его жизни и смерти не стоит. Но все равно, даже если все будет по плану, все будет хорошо, ему предстоит очень долгое лечение. Поэтапное. Поэтапное. У одного это началось после кастрации. Прямо сразу. И уже несколько лет. Никак не может котик прийти в себя. Проблема уже стала хроническая. И время от времени симптомы появляются, а потом исчезают. В чем заключаются симптомы? Кто не в курсе, что такое вообще цистит? Изначально в чем была проблема? Твиксик стоит в лотке. В положении, в котором он писает. И целый час не может пописать. Пару капель сделал и начинает мяукать. Ему больно. Я когда увидела эти симптомы, я сразу направилась к врачу. Врач прописал лечение. После этого лечения ему стало лучше. Но это все оказалось временным. В период того, как он пил лекарства, все было хорошо. А потом все опять ухудшилось, но уже в тройном объеме. И пришлось под наркозом ставить ему катетер. Самое страшное в этой ситуации, когда что-то происходит с человеком, ты можешь ему объяснить, что это все делается во благо. Что, например, выпей эту таблетку обязательно. А котику ты не объяснишь, что эту таблетку нужно съесть. И когда ты видишь мучение своего животного, который наверняка не понимает, что это все делается во благо ему, это очень неприятная кальзина. Но самое главное, результат уже пошел. Если он хотя бы немножко будет еще кушать, было бы вообще замечательно. Мне сказали в обязательном порядке беречь его от холода. Вообще, все лето я спала под кондиционером. Он тоже... И он ложился всегда на стол. Прямо туда, куда дует кондиционер. И ветеринар сказала, что скорее всего, это у него из-за переохлаждения. На 100% сказать точную причину, почему у котика развилась эта болезнь, непонятно. Но факт остается фактом. Вы знаете, после посещения врача, после того, как я сама начала ставить ему капельницы, мне настолько понравилась эта профессия. То есть я поняла, что я поступила не в тот универ, и мне надо было поступать на ветеринара. Это очень круто, помогает животным. Еще наш врач, она очень любит животных. Одно дело, люди просто приходят в эту профессию, чисто чтобы заработать. Здесь совершенно по-другому. Действительно, ветеринар очень-очень любит животных. Мой твиксик, его нельзя купать, и он весь в крови и в моче. Ей не противно, она берет, его обнимает. То есть это не наиграно. Она злится, когда хозяева очень безответственно относятся к ее поручениям. Например, нужно давать таблетки. Там приходил один и говорит, ой, я не смог купить эти таблетки, я их не нашел. И это очень ее злит. Видно, что она очень любит животных. И, блин, я бы тоже очень хотела работать ветеринаром. У нее такая очередь, столько людей. Но, к сожалению, самая сложная ситуация сейчас у моего кота. Ну, слава богу, если сравнивать с первыми днями, в первые дни у моего кота не функционировал язык совершенно. Он вырывал, вырывал кровью, писал кровью. Сейчас всех этих симптомов уже нет. У него глаза открывались наполовину. Сейчас уже глаза полностью открываются. Так что, можете меня поздравить. Все хорошо. И дай бог будет еще лучше. И желаю вашим хвостикам всем, чтобы они были здоровы. Реально, я в шоке была от людей. Настолько много добрых людей мне писали в инстаграм. Видно, что действительно люди переживают. Каждые полчаса пишут мне, ну что, ну как он. Я стою на капельнице в клинике. И тут звонит моя бывшая одногруппница. И говорит, Ты знаешь, Айка? Я больше тебе комментарии писать не буду. Я такая, в смысле, что случилось? Может, я тебя как-то обидела? Да, обидела. Я тебе столько пишу комментариев каждый раз. Ты ни на один из них не ответила, ни лайкнула, ни передала мне привет. Один комментарий вообще удалила. Хотя я ничего плохого не писала. Хотелось бы это сказать видео, что все мои знакомые, родственники поняли одну суть. В YouTube очень много комментариев. Если даже я лайкнула комментарий, который стоит рядом с вашим, и ваш не лайкнула, это не значит, что я специально это сделала. Вообще, комментарии с разных устройств показываются в разном порядке. Моя знакомая как раз таки мне предъявила за то, что наверху комментарий я лайкнула, а чуть ниже ее даже не ответила. Попробуйте зайти с разных устройств и поймете, что там комментарии в разном порядке. То есть, если у вас в этом порядке, не знаю, что у меня тоже в том же порядке комментарии. Также в YouTube есть очень много фильтров, которые ставлю я и которые ставит непосредственно YouTube на какие-то слова, например, «тварь», «мразь», «ненавижу», «фу, как противно», «ужасно жуешь». Я могу поставить эти слова например на фильтр. И когда человек пишет просто этот комментарий, он автоматически удаляется. Может быть не сразу, может минут через 5-10, может быть не сразу, но он удаляется. Может через 10-15 минут. И это делаю не я. Тем более, последние несколько дней у меня реально не было времени ни на что. Еду на капельницу, правильно? Там очередь. Капельницу мы капаем очень-очень медленно. Другие животные, например, могут тебе позволить быстро прокапать. Но у него организм не принимает. Он очень ослабленный организм. Просто на минималках капаем капельницу. Это занимает около 2-х часов. 2 часа я там, потом обратно иду. Иду через аптеки, ищу лекарства, которые ему необходимы. Если у нас здесь в аптеках нету, еду куда-то, привожу, потом даю лекарства. Я вообще не могу его оставить без моего присмотра. Могу объяснить почему. У него там, вот в этом месте, стоит катетер, чтобы он мог писать. Этот катетер поставили с помощью наркоза. Ему сделали, короче, одну процедуру, еще поставили этот катетер. И он еле пришел в себя. Если я его оставлю без присмотра, он может сам самостоятельно вылезать и вытащить этот катетер. И вот если он его вытащит, придется опять дать наркоз и вставить этот катетер. Но второй наркоз это животное просто не выдержит. на моих глазах у троих просто котиков такая была проблема. Они просто вытащили катетер. Но эти три котика в отличном состоянии. Едят там, огромное. Им опять дали наркозы, вставили этот катетер. Но я вижу состояние моего кота. Он просто это не выдержит. Поэтому глаз да глаз. Неужели сейчас такой момент в своей жизни я просто буду сидеть и лайкать чьи-то комментарии. То есть, пожалуйста, относитесь с пониманием и поймите просто одну вещь. Вас много, я одна. Мне бы хотелось каждому уделить время. На каждый комментарий ответить. Но если я буду тратить время на это, кто будет делать все остальные мои дела? Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.